Есть такое понятие в физике звука – белый шум. Белое движение, белогвардейцы, являются метафорой этого белого шума. Я обожаю. Аббревиатуры рулят. Это особенно круто показано в тюремных татуировках. Вот, например, можно вспомнить знаменитую татуировку «Расскажи». Гитлер, значит, аббревиатура «Где искать тебя, любимые, если разлучат?» Например. В женских тюрьмах распространены. Да. Моя жизнь, например, там связана со многими аббревиатурами. В частности, конечно, большой фрагмент жизни был связан с аббревиатурой «МГ», что расшифровывалось как «Медицинская герменевтика». Вот у нас была в течение долгого времени группа. И в каком-то смысле я рассматриваю ППСС как некую такую, как бы, неожиданную какую-то реинкарнацию. Хотя, с другой стороны, ничего общего, как бы. Но, видимо, не случайно, что, например, «МГ», да, «Медицинская герменевтика» возникла еще во времена царствования Михаила Горбачева, который тоже был «МГ». А также, как бы, везде в нашем городе встречаются такие люки с надписью «МГ». Это типа «Мосгаз». Вот потом, конечно, вот я помню, что в тот период мы интерпретировали ПК, как бы, вот везде такие есть загадочные ящики на лестницах с надписью «ПК». Да, это как бы персональный компьютер, но в данном бытовом контексте это пожарный кран, а мы это интерпретировали тогда как «пустотный канон», потому что мы занимались, собственно говоря, составлением пустотного канона МГ, то есть ПК-МГ. Но потом, конечно, был написан огромный роман «Мифогенная любовь каст», который аббревиатура МЛК. МЛК, то есть, можно сказать, молоко. Если слово «молоко» написать по древнеюгрейским правилам, то будет МЛК. Выставка называется «Ведение звезд», и ее сделали представленные вот на этих двух стульях люди, то есть Соня Стериастырский и в моем лице представлен Павел Пеперштейн, на данном случае. Мы объединились в арт-группу, которая называется «ППСС», по инициалам нашим. И, собственно говоря, эта выставка, она для нас очень важна, можно сказать, имеет гигантское значение, поскольку это дебют нашей группы, во всяком случае, в выставочном ракурсе. Ну, да. Ну, звезды как бы здесь очень разные представлены. Вот, например, здесь Илья Логутенко соседствует с Брежневым. Ну, в общем, выбирали мы этих звезд всех вдвоем просто. Вот. Вдвоем их выбирали. Да. И просто это все, как бы, очень влиятельные личности, имеется в виду, как бы, попса, да, что слово попса, это имеется в виду не только поп-исполнитель какие-то, а имеется в виду очень значимые, как бы, известные огромным вообще массивом людей какие-то личности. И вот они здесь представлены, не только музыканты, но и не только поп-музыканты. Имеется в виду, как бы, их значение, размах. Мы, как бы, ориентировались на них, как на медиумов коллективного бессознательного. И, собственно говоря, как бы, выбор их тоже осуществлялся нами, как некими медиумами, опять же, того же самого коллективного бессознательного. Вот, и поэтому делалось это все совместно, без каких-либо дискуссий, просто давай вот этого, давай вот этого, давай. Никто ничего не оспаривал, никаких элементов спора или тяжелых, как бы, раздумий не было. То есть все они приходили к нам сразу, четко, с максимальной четкостью. И, в общем, конечно, мы руководствовались, прежде всего, любовью нашей, любовью друг к другу и нашей любовью к ним, собственно говоря, к этим персонажам. Ну, вот один политик есть. Но он вкупе со своей, как бы, внучкой в нашем понимании. Символической внучкой, да. Так что все-таки вот один политик присутствует. Ну, как бы, несмотря на то, что он расположен в центре, не он является главным героем. Естественно, Вера Брежнева является. Да. Ну, она одновременно является религией, как бы, Брежнева. То есть здесь, конечно, обыграно двойное прочтение слова «вера», как бы имени Вера. Вера как имя и вера как обозначение веры человека во что-то. И понятно, что, как бы, во что верит Леонид Ильич Брежнев. Он верит в веру Брежнева, как бы. За Верочку, за Наденьку, за Любочку, Поручили поручику Буратину уйти. За Буратина, что молится ржавому ключику, Нам теперь по пути. Ну, здесь явно, конечно же, приходит в голову ассоциация с известным фильмом «Пятый элемент». Тут вспоминается бессмертный образ синей певицы, опять же, инопланетянки, из фильма «Пятый элемент». И леди Гага представлена, с одной стороны, как певица инопланетного происхождения, А с другой стороны, что не менее важно, она же представлена как российский исполнитель песен, Потому что мы видим здесь... Возможно, это она просто на гастролях. Да, возможно, она приехала на гастролях. Это, как бы, одно из возможных прощений. Но, может быть, и другое прощение, что на самом-то деле, Хотя певица работает за рубежом, тем не менее, она тоже отражает какие-то вибрации русской души, Сама об этом ничего не зная. Поскольку все инопланетное, оно, по сути, и русское, как бы, в общем-то. Мы развиваем деятельность по разу по нескольким направлениям. Это музыкальное направление, кинематографическое направление, Направление в области изобразительного искусства и научно-исследовательское, собственно говоря, направление. Планы огромные, и они уже даже являются не только лишь планами, Но они в процессе, как бы, их осуществления. В частности, здесь, на этой выставке, демонстрируется 40 минут нашего совместного фильма, Который называется «Белый шум». И это будет, в общем-то, полный метр. Так что сейчас мы интенсивно работаем над фильмом. Тут, как бы, речь идет не только об интересе к истории. Я бы сказал, хотя, действительно, мы, как бы, работаем с определенным моментом историческим. Это самый конец Гражданской войны, 21-й год. Тем не менее, все-таки, я бы не сказал, я думаю, Соня со мной согласится, Что этот фильм родился вследствие нашего интереса к истории. Есть такое понятие физики звука «белый шум». И в данном случае белое движение, белогвардейцы, является метафорой этого белого шума. Мы исследуем феномен белизны. Белизны визуальной и белизны аудиальной. К специфике, как бы, этого понятия «белый шум» можно, конечно, много всего сказать. Есть научное определение. Но в данном случае, почему мы показываем этот фильм в контексте этой выставки? Потому что они связаны очень тесно, напрямую, тематически. Картины, каждая из картин посвящена тому или иному музыканту, тому или иному певцу или певице. То есть, это область звука. Поскольку мы видим их всех в одном пространстве, Соответственно, на каком-то уровне их песни, Их потоки звука сливаются воедино. При взгляде на их лица начинают звучать в наших мозгах, в наших душах их песни. И звучат они одновременно. Соответственно, в слиянии они образуют тот самый белый шум, О котором идет речь в нашем фильме. Так что и фильм, и выставка, в общем-то, на одну и ту же тему. Ну да, выставка – это визуальный эквивалент этого белого шума. Если представить, что из каждой картины льется поток звука, Являющийся непосредственно песнями этих исполнителей, То даже находясь в этой комнате, Если из каждой из этих картин просто будет звучать трек Каждого из этих исполнителей, Мы будем находиться в центре белого шума. И вот моя удаласка – это мерч нашего фильма. И это темя, на которую мы сейчас говорим. Но он только что стал. Единственное, что можно рассказать, Это точку слияния знакомства по US. Я учусь в Школе дизайна при Высшей школе экономики. И там они сделали такую инициативу, Как бы несколько, уже два года назад было. Как бы открылась галерея при Школе дизайна. И было принято как кем-то решение Сделать такой экспериментальный курс, Который в конце должен быть коллективной выставкой Под кураторством Паши. И, собственно, познакомились в Школе дизайна. Да, это была такая вот идея, Что я проведу какой-то типа мастер-класса С теми учениками Школы дизайна, Которые захотят? Нет. Которые находятся на вершине рейтинга, Которые задрутые отличники. А, которые задрутые отличники. Это важно. Я же этого не знал, короче. Ну, в общем, как бы собралась такая группа, Человек примерно 30. Да. В общем, что-то я им рассказывал, Как бы они показывали очень интересно. Короче, это гениально все произошло, Очень вдохновительно оказалась такая штука, Это все выставка получилась очень хорошей, И все как бы сделали очень хорошие работы, Все были очень хорошие идеи. Выставка была посвящена как бы типа утопии. Да, тема вот как бы... Называлась утоп-топ-топия. Утоп-топ-топия. В общем, я предложил вот эту тему, Как бы и надо сказать, Что был дико рад и счастлив Вот этому вообще взаимодействию, Что оказалось, что все очень круто Как бы придумали разные как бы штуки. Вот. И вот так мы познакомились Сони. Поэтому можно сказать, Что это был очень счастливый Какой-то сакральный момент, Что меня позвали туда вот Что-то там такое делать. Да, школа дизайна рулит. Все время, пока мы работали, Пока мы делали вот эти картины, Мы слушали песни. Ну и, конечно, вот сейчас мы очень увлечены. У нас произошел такой ревайвал Увлечения таким подростковым школьным рэпом. Вот, точно, вот. Вот это вот произвело реально глубокое впечатление. Да, вот это вау, как бы действительно круто. Да. Сейчас, скажи, линия публика как бы немного охладела Как бы к самопальному такому рэпу. Как бы все полюбили более такой же индустриальный, Типа сделанный такой, как бы якобы профессиональный рэп. Но, конечно, самые первые, самые сокровища Таятся в области самопала. А вот особенно такая школьная продукция. Это просто гениально. Это вот действительно вау. Да. Есть такой сборник 2009 года. Он называется True Hip Hop для гурманов. В котором представлены как бы Что-то в районе 20, что ли, Как бы треков вот собранных Абсолютно гениальных разных исполнителей. Ну вот тут мы представили Да, тут один есть, но он не входит в этот сборник. Это MC Пох, наш любимец. Ну и там целые, целые гирлянды невероятных персонажей. Это MC Воронеж. Затем MC Бентли, Мистер Бигмак. Мистер Бигмак, да. Потом группа Телка. Совершенно гениальная группа. И в общем действительно шлейф каких-то Сверкающих алмазов, халцедонов, изумрудов И других драгоценных камней Представляет собой творчество Вот этих разнообразных ребят и девчат. Абсолютно потрясающе. Это конечно в тысячу раз круче, Чем современное искусство. Потому что, ну честно говоря, Ничего хорошего в современном искусстве В общем-то нету. Чего? Ну извините. А нет, ну есть, да. Что-то хорошее в нем есть. Ну во-первых, оно Ну как бы мотивирует людей Делать что-то лучше, чем просто убивать на улицах. Например, да. Мне кажется, это круто. Вообще да, есть какая-то социально-терапевтическая роль Безусловно В современном искусстве. Нет, вообще на самом деле В современном искусстве очень много всего хорошего И даже действительно замечательного И полезного И необходимого. Но при этом какую-то реакцию Типа вау Как бы оно не вызывает Да мы, собственно, В этой области его и не ищем Мы ищем скорее в других областях Это состояние восторга и экстаза Для меня-то будущее-то как раз белый шум, я не знаю, что там будет Да, для меня, конечно, тоже Но при этом это Некое пространство Бесчисленных проекций Куда можно Помещать Самые разные Какие-то Ведения Гипотезы Догадки То есть, в общем-то В отличие от прошлого В отличие от настоящего Будущее Особенно если речь идет о далеком будущем Потому что я всегда предпочитаю Думать, писать, говорить и рисовать о далеком Об очень отдаленном будущем Потому что это действительно зона свободы Никто не предъявит тебе претензий Что ты что-то не то сказал Поскольку, как бы, о будущем Точно никому ничего не известно То есть, процедуры верификации Они здесь не работают И это прекрасно Вот Но также само слово «будущее» Оно ассоциируется в русском языке Со словом «пробуждение» А также с «буддой» Если прибавить, например Лишнюю букву «Д» То будет будущее Во дворе отоставишь скутер И на хлеб А ведьма скутер И на хлеб намажешь бутер Целый неуместный Скутер 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 Кто тебя в клубочек скрутит Из тебя жилетку свяжет А потом на хлеб намажет Этот звездный бутерброд И даже не захотят с нами Не то что знакомиться Даже здороваться Да, я тоже боюсь Что совершенно нереально Как-то с ними познакомиться Ну ладно, будем надеяться Что Не увидят этот сюжет Видим сюжет и как-то Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok